Здравствуйте, меня зовут Еремин Иван Константинович, я руководитель Центра хирургии тазобедренного сустава. Сам врач-оперирующий, эндопротезист, провел более 2000 операций на тазобедренном суставе через прямой передний доступ. Сегодня мы поговорим о такой теме, в чем же причина развития коксартроза. И построим нашу беседу от менее важного к наиболее важной причине. Каждую неделю я провожу более 30 консультаций, касаемые только тазобедренного сустава. Когда ко мне приходят люди и спрашивают, ну почему именно у меня, почему со мной случилось такое заболевание. На пятом месте это алкоголь и курение. Когда человек имеет такие вредные привычки, он начинает разрушать свои тазобедренные суставы. Как это происходит? Человек покурил, выпил, сначала сосуды расширились, потом они сузились. И когда организм понимает, что все сосуды сузились и нужно доносить кислород, эти питательные вещества, только до жизненно важных органах, то происходит спазм в головке бедренной кости, спазм сосудов в головке бедренной кости. Из-за этого нарушается кровоснабжение, костная ткань начинает недополучать тех питательных веществ, кислорода, и костные клетки начинают атрофироваться, разрушаться, ломаться, и тазобедренные суставы приходят в негодность. На четвертом месте это травмы и микротравмы. Когда человек занимается спортом, либо что-то тяжелое носит, поднимается по лестнице, спускается по лестнице, какие-то микровибрации, прыгает, бегает, то возникает микротравматизация. С годами человек живет более 70 лет, возникает это регулярно, постоянно, и хрящевая ткань, испытывая микротравматизацию, но регулярно и постоянно, начинает разрушаться постепенно. Хрящевая ткань является как амортизатором. Со временем под хрящевой тканью есть субхондральная кость, которая и дает сосуды для того, чтобы питался хрящ. Эти сосуды от сильной нагрузки также спазмируются, потому что постоянно идет давление. Сосуды не приносят питательных веществ, и нарушается именно вот этот барьер между хрящом и костной тканью, и хрящ начинает терять свою эластичность, упругость и разрушается. Тем самым оголяется кость, в костной ткани есть нервные окончания, которые отвечают за болевой синдром. Когда болевой синдром у человека возникает в сильной степени, то головной мозг контролирует этот процесс, начинает сокращать мышцы, и возникает ограничение движения в суставе. Далее присоединяется хромота, так как и мышцы уже в контрактуре, и есть болевой синдром в тазобедренном суставе. На третьем месте это гиподинамия. Когда у человека есть излишний вес, когда человек не занимается никакой гимнастикой, физкультурой, зарядкой по утрам, то суставы недополучают той нагрузки, которой необходимо. Когда человек начинает двигаться, когда он плавает, ходит, выполняет какие-то упражнения, то улучшается кровоснабжение в суставе, тем самым приносит кислород, питательные вещества, и костные клетки обогащаются этими веществами, и сустав длительное время может служить человеку. Мне также пишут комментарии, что нельзя сидеть, лежать, бегать, как же жить. У каждого человека свой индивидуальный режим. Если нарушать баланс между покоем и активностью, то будет в любом случае плохо. Для каждого человека свой баланс. Кому-то 10 километров пробежать легко, кому-то пройти 1 километр очень сложно. Здесь нужно подобрать свою нагрузку относительно возраста, относительно веса, относительно физической активности, для того, чтобы вы правильно подобрали эту физическую активность, я рекомендую всегда общаться с профессионалами своего дела. Фитнес-тренеры, либо реабилитологи, которые посмотрят на ваш организм, на вашу физическую подготовку и подберут индивидуальную программу именно только вам. На втором месте это генетика. Уже доказано то, что если мама с папой имеют какие-то заболевания опорно-двигательного аппарата, это заболевание в более чем 70% случаев может перейти к ребенку, особенно это по женской линии. Все диспластические кокс-артрозы – это в основном у девочек, которые рождаются либо с подвывихом головки бедренной кости, либо с вывихом, либо недоразвитие головки бедренной кости, либо уже недоразвитие впадины. От генетики никуда не уйти. Здесь нужно смотреть на родителей и уже в раннем возрасте наблюдаться у детского ортопеда для того, чтобы выявить на ранних этапах такое заболевание, как дисплазия. И если это заболевание выявлено, то нужно начинать всегда с консервативного пути лечения. То есть это различного рода массажи, различные укладки, возможно, и оперативное вмешательство на ранних строках для того, чтобы поставить правильно впадину и головку бедренной кости вправить, для того, чтобы развивался относительно правильно тазобедренный сустав, чтобы человек не был инвалидом, чтобы он получил образование, социализировался и жил хорошей жизнью. И на первом месте это микробиом. Это баланс между микроорганизмами патогенной флоры и нормальной флоры. Давно доказано, что в организме тела человека живет примерно 2-2,5 килограмма этих микроорганизмов. И когда происходит дисбаланс, когда патогенная флора начинает больше развиваться, размножаться, то возникают определенные заболевания в различных органах, не исключая тазобедренный сустав. И тут получается замкнутый круг. Если человек получает даже микротравму, то ответная реакция будет воспалительный процесс. И наши защитники крови, нейтрофилы, макрофаги будут идти на это воспаление. Если у человека есть дисбаланс между патогенной флорой и нормальной флорой, то эти нейтрофилы уже будут с собой нести стрептококки, стафилококки. И в поврежденную часть тазобедренного сустава уже принесут эти бактерии. И это может вызвать инфекционное заболевание, либо ускорить развитие артроза. Также при дисбалансе микрофлоры, патогенной и нормальной, нарушается метаболизм. То есть происходит замедление, питательные вещества плохо всасываются, плохо выводятся, и человек набирает вес. Когда он набирает вес, он начинает давить на свои суставы, и суставы начинают разрушаться. И степень артроза увеличивается и ускоряется. Сейчас я вам обозначу некоторые маркеры, которые помогут вам определить, что у вас формируется коксартроз, то есть заболевание тазобедренного сустава. Первое – это дискомфорт, либо боль в области паха. Когда вы начинаете вставать с любой поверхности – стул, диван, кровать, унитаз, и есть определенные дискомфортные явления в области паха. Второе – это возникает ограничение движения, когда вы не можете отвести в сторону, или вы закидываете пятку на коленку, и вам никак это не сделать. Либо вы лежите на кровати, закидываете ногу на ногу, и вы тоже не можете это сделать. Вам тяжело и больно. Это первые признаки того, что появляется ограничение. Ограничение – это компенсаторное свойство организма на болевой синдром. Вам больно, мышца сокращается, и сустав не работает в таком положении. И третье – это появление хромоты. Вы можете привыкнуть ходить хромая, и вы никогда не будете с этим сталкиваться, но взгляд со стороны точно подскажет, что вы начинаете хромать. Обычно это супруг или супруга, дети могут сказать, что «да, ты начинаешь хромать, посмотри». Вы должны встать и пройтись, посмотрев на себя в зеркало. Если есть западение на одну из сторон, то значит, это признак хромоты, сопровождающейся болью и ограничением движения. Эти маркеры могут подсказать вам, что вам нужно записаться на консультацию к ортопеду для того, чтобы поставить точный диагноз. Чтобы записаться к нам в центр за консультацией, достаточно пройти по ссылке в описании под этим роликом. Спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Обязательно отправьте этот ролик тем, кому эта информация будет полезна. Увидимся в новых сюжетах.